В творчестве необходимо каждому человеку пробовать реализоваться. Дело в том, что алкоголь сжигает синапсы мозга, а творчество возбуждает синапсы мозга, и в дальнейшем они развиваются. И таким образом за счет творчества человек увеличивает свое восприятие мира, развивает свое сознание, улучшает общие когнитивные функции. Творчество для человека очень хорошо. Хорошо. Стихи, чтение, танцы, игра на музыкальных инструментах, это помимо всего прочего еще и радость. Поэтому ко всему можно относиться творчески. Я вообще считаю, что творчество для человека важно. Творчество расширяет восприятие красоты. Это все очень полезно. В случае, если человек говорит, смогу ли я реализоваться в творчестве, конечно, человек во всем может реализоваться. Глядя на картины авангардистов, глядя на полотна Пикассо, можно сказать, что каждый человек способен на многое. Главное, чтобы это была идея, которая идет от души, а не просто нарисованный объект, который имеет объяснение, как в купальщицах у Пикассо, которые были нарисованы в Испании в 1938 году, где пятно, которое даже не похоже на человека, с мечом, который похож на солнце, оранжевого цвета на белом полотне, показывает страх и беспомощность людей, которые оказались в ситуации неминуемого начала войны. Таким образом, сама картина, сама по себе картина, которую сложно назвать картиной, которая больше похожа на арт-инсталляцию, все равно является элементом, который, зная предысторию написания данного полотна, начинаешь понимать, насколько это трагично, насколько это прошло через его сознание, чувство, безысходность, как крик души. И каждый раз, когда видишь такие полотна, зная, при каких условиях и когда такие полотна создавались, начинаешь понимать, что такое живопись, начинаешь все больше, особенно с возрастом, чувствовать эзотерику и эмпатию картин, и эмпатию живописи, которая передает чувства человека через живопись и так далее. Поэтому, конечно же, это дело, наверное, даже богоугодное. Поэтому реализуйтесь через живопись, реализуйтесь, вернее, в творчестве, все получится.